Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 12 июня 2018 года вторник, по одному из старинных 22 день месяца ветров 7526 лета. ДНК «Генеалогия против нормандской теории». Анатолий Алексеевич Клёсов у нас в эфире. Первую часть, как всегда, очень интересно всё рассказал в первой части. А теперь пришла очередь общаться с нашими радиослушателями и зрителями, которые написали свои вопросы у нас на канале в Ютубе «Славрадио». в конце после слэш ставит и на нашем сайте «славрадио.орг». Итак, Максим Перепелица, реплика. «Германские-скандинавские имена на Руси – это готские имена, которые были распространены до принятия христианства». Ну, допустим. И что дальше? Точка. Просто реплика. Нет, я понимаю. А какое отношение имеет нормандская теория? Ну, пришли какие-то имена, очень, может быть, от Готов. А вы хотите сказать, не от скандинавов, а от Готов? Да, скорее всего так, да. Да, ну, тоже может быть. Ну, понимаете, опять же, это же надо доказывать. Вот сейчас вы прислали вербальное мнение. Где факты? То есть вот на таком уровне можно обсуждать веками проблемы. Вот если бы было по-другому это ваше утверждение, что вот есть конкретный источник, страница такая-то, том такой-то, там строка такая-то, где указано тем-то и тем-то. И это принято, допустим, в исторических науках. А просто сказать, что протошение от Готов – все, конец. Ну, ведь это мнение в самом легком виде. Я не хочу вас обижать, но просто с такими мнениями мы, конечно, далеко не уедем. Надо более серьезно подавать, если я же не зря говорил, что в науке главное не что-то внести, а убедить. Поэтому вот эту версию надо, чтобы ее восприняли все основные игроки. И вы этим убедили. Тогда честь и хвала. Я не исключаю вот такого варианта. То есть, Максим, камень вброшен, теперь подтверждение. Идем дальше. Сергей Кудашов. Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Алексеевич. Завотделом Госисторического музея Мурашова заявила, что в древнем Гнездове было 40% скандинавов. Если так, то могли они потомков не оставить? Во-первых, Мурашова сказала, что четверть было скандинавов, а не 40%. И вот в этой статье, которая вышла сегодня утром, как раз это тоже цитируется, что по некоторым данным скандинавов было четверть, а по другим данным 4%, а по третьим данным 6%. Потому что уже начинается, что вот так он сказал, она сказала. Но что интересно, спасибо вам за это напоминание, Так же Мурашова сказала в своем известном докладе или выступлении, что когда копали Гнездовы, то нашли там тигли и прочие литейные предметы, литейные устройства для украшений. И что стало ясно, что Гнездовы изготавливали скандинавские украшения. Знаете, это же не скаменея делается. Раньше было то, что скандинавы пришли и пронесли с собой скандинавские украшения, то сейчас оказывается с ее подачи, что те, кто жили там, они делали такие контрафакты, эти скандинавские украшения. Делали, наверное, для модниц местных, ну, допустим, для славянок. Ну и тогда где это положение, что они приходили, приносили скандинавию? Знаете, опять получается не факт интерпретации. Вот то, что нашли эти самые тигли и лили украшения, это, сути, по всему, факт. А вот то, что скандинавы приносили эти украшения скандинавии, это уже интерпретация. И мы опять заходим в эти дебри, чему верить, чему не верить, потому что фактов немного. Да и то, что вот, если, если на тяжко сказать, то, что вот Морошков сказал, это факт. То есть доказанное абсолютно надежно, что это вот были литейные инструменты для изготовления скандинавских украшений. Но ведь и до этого она говорила, что там вообще археологам не позавидуешь. Там темное пятно, здесь пятно, здесь пятно. И на основании этого идет реконструкция. Тут было меха, или мехи, точнее, были, а то, что-то были тигли, а то, что-то еще. Если разобраться, в общем-то, честь и хвала археологам, но надо бы, чтобы они честно писали, что на самом деле они видят, и то, что на самом деле они интерпретируют. Уже часто бывает, уже опять интерпретация выдается до факта. Поэтому то, что говорил Морошова, это хорошо, но это вряд ли как-то вот смещает представление о том, во-первых, о норманистском положении, а во-вторых, я думаю, что даже если жили у гнезла Скандинавы какое-то количество, это никак не есть вообще основа появления на Руси государственности. Ну, жили, жили, замечательно. Если кто-то жил, похоже, не так и много, а потомков не оставили. Вот, так сказать, цеховый остаток с этого дела. Да, хорошо. Стефани, вопрос в эфир. Норманы, Скандинавы, Фильны. Это отпрыски русичей? Спасибо. Нет, то есть кто-то да, кто-то нет. Дело в том, что у Скандинавов вот эти вот метки в ДНК, они пришли с Востока. То есть пришли со стороны Урала, со стороны Балта, со стороны балтийских славян. Поэтому вполне можно сказать, что они появились, они потомки людей, которые жили на русской равнине и жили на Балтике. Назвать их русичами – это уже опять интерпретация. Нужно давать определение, кто такие русичи. И почему вот эта ДНК относится именно к русичам, а не к кому-то другому. А почему не к вядичам, кривичам, полянам, древлянам и так далее, северянам. То есть этим вносится понятие русичей, которое не очень-то вообще утвердилось в литературе. Это скорее утвердилось в рассказах, в общении, в интернете. А я просто не пропоминаю, что в учебниках или в книгах по археологии что было там специальный раздел русичей. Это такое на слуху просто слова. Поэтому опять же мой историчный вариант. Хотите, чтобы это было принесло в науку, прорабатывайте это направление. Давайте определение русичам, давайте сопутствующие факты из археологии, из лингвистики и прочего. Тогда будет всем нам счастье. А пока просто вброс очередного, хотя и популярного термина. Я думаю, что Стефани имеет русичей, это вообще объединение славян, которые проживали на территории, имели общие какие-то связи, ДНК и прочее. То есть братья по крови, близкие народы. Вот это русичи имеется. То есть на Руси и близкие. Тогда нужно осторожнее к терминологии, потому что я и сказал, что в этом смысле да, что это привнесено от людей, которые жили на русское равнение, были, допустим, восточными, вернее, балтийскими славянами. Скорее всего, от них. Это опять, это наиболее разумная интерпретация. Это не факт. Но то, что у шведов, норвежцев, датчан, у них вот эти вот гаплотипы, такие же, как у славян, балтийских славян, это, безусловно, серьезный долг. Садите на задних русичами, тогда так оно и есть. Ну или потомками русичами. Ну, в принципе, как она и сказала. Ладно, не будем сейчас придираться. Ясно. Если хотите что-то доказать, то боритесь, доказывайте, приводите факты. Все правильно. Идем дальше. Да, вот в простонародье, я уже слышал неоднократно, именно русичи слово прижилось, оно так нормально употребляется. Вы кто? Мы русичи. А, ну, русы, понятно. Ну, светлые, свои, там, братья, сестры и так далее. Это вот с точки зрения простого общения. А вот с точки зрения науки, вот загвоздочка. Слушайте слово. Мне лично нравятся русичи. Но надо, конечно, опять же, понимаете, чем наука отличается? Она, нужно давать определения четкие и доказывать, и убеждать. Далее идем. Сергей Кудашов. Реплика. К. Жуков может и не русофоб, но выступает на их стороне ввиду своей невежественности, возможно, сам об этом не подозревая. Понятно. Есть такое американское поговорка, когда некто выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, так это, скорее всего, утка и есть. Это популярный поговорок. Так вот, когда Жуков выглядит как русофоб, ходит как русофоб и крякает как русофоб, он, скорее всего, русофоб и есть. Как в детском анекдоте Ноля начинается, ногушка кончается Угадайте кто Идем дальше Виталий Микеров, реплика в эфир Наука как часть коммунистической В кавычках социалистической системы Сотрудничает со всеми И вся ради пользы для народов Восклицательный знак Наука как часть купеческой, капиталистической системы Конкурирует со всем И вся ради выгоды Вот путает он Капиталистическая и купеческая Это разные понятия, ну ладно Это на его совести такая реплика Это не вопрос, это мнение его Ну и слава богу Пусть я даже затрудняюсь комментировать Потому что здесь же не доказана мечта Не то, что он убедил Всего аудитории Он, так сказать, вбросил в хорошем смысле Свою мысль, свое мнение Ну и слава богу Хорошо, Григорий Врачев Всем здравия Доброго здравия, Анатолий Алексеевич В прошлом эфире Вы защищали, но опять Вот как у нас Кто появляется, какой-нибудь термин Привязывается Без Дарвина никуда Итак, в прошлом эфире Вы защищали Дарвина И произнесли такие слова А человек произошел От общего предка Современных обезьян И современного человека Уточните, пожалуйста Это мнение самого Дарвина Официальной науки Ваше личное Или мнение каких-то третьих лиц Благодарю Я думаю, что Дарвин в моей защите Не нуждается Значит, слушай Я там защищал Дарвина Это так звучит Немножко смешно Дело в том, что Дарвин Он вообще про обезьян Про скользование человека Это обезьяны не писал Я упомянул о том Что это вот Слова в наиболее явном виде Энгельса Фридриха Но и то Энгельс писал Что человек произошел От древних Специальных Особых Человекообразных обезьян Так что я могу Конечно, сладца На Энгельса В этом отношении Но дело в том, что Я дал и данные Которые Скоро Я сам работаю Данные такие Что общий предок Человека и шимпанзе Жил примерно 5 миллионов лет назад И от него пошла Линия в сторону Современных шимпанзе Который сейчас сидит В зоопарке И линия в сторону Современных людей На всех с вами Поэтому Это не Дарвин сказал Дарвин не знал Что это было 5 миллионов лет назад И про ДНК Понятия не имел Поэтому считайте Что это высказал Я беру на себя Ответственность На основании Множества данных Которые были получены Независимо от меня Я сделал их Легкий синдез Этих данных Но Ничего особенного Своего Я туда не привнес Хотя Вот Когда я об этом Рассказываю Многие люди Шокированы Начинают Возражение Что это на самом деле Было божественное Провидение Что Там 5 миллионов лет назад Вообще не было Никакого человека Даже Общий предок Общий предок И так Примерно 5 миллионов лет назад И получается Если считать Скорость И реакции Что да Был общий предок И не только Шимпанзе Общий предок Человек Макаки Общий предок Человек И орангутаны Общий предок Человек И гориллы Общий предок Человек И шимпанзе И хомоэректус И общий предок Человек И неандертальцы И так далее И тому подобное И это ДНК Это показывает Дело в том Что скажем Общий предок Неандертальцы Вернее ДНК Неандертальца Таким уже Геном изучили Человека Весьма близкий Человек От неандертальца Не произошел Даже как Если взять ДНК Вашего дяди И вас Вы дяди Не произошли А геном Практически идентичный Потому что У дяди Такой же Как у отца Он же брат А у вас Как у отца Обязан быть И поэтому Родственники Близкие Такой же Как у вас ДНК Вот так же И с приматами Все целые Группы этих Приматов И неандертальцы Имеют Очень близкие ДНК Поэтому Сомнение в том Что они Все родственники И у них были Общие предки Быть просто Не должно И Дарвин Здесь абсолютно Ни при чем Его нечего Его ругать Он просто Про это не знал В то время Он разорабатывал Происхождение Видов Он разорабатывал Вопрос Эволюции И за это Ему нужно Конечно Ставить памятники Везде Где это возможно Великий ученый А вот Почему Произошли То ли Так просто Матушка Природа Распорядилась То ли Это божественное Да То ли Это божественное Проявление То ли Это прилетели Какие-то Инопланетяне Что-то там С чем-то В пробилочках Смешали Это уже Другой вопрос Главное Что Вот это Есть такой факт С точки зрения Науки А вот Как это все Произошло Вот это Как говорится Тайно Покрытым Раком Все давно Известно Вы знаете Что я Сейчас дам Простой пример Вы поймете Как это Произошло Все знают Что микробы В больнице Они быстро Трансформируются И они Начинают Тут же Избегать Лекарства Лекарства Уже не действует И уже Никто это Не знает Что Почему И опасно В больнице Находиться Долгое время Если там Инфекционные Особные болезни Потому что эти Самые микробы Потому что У них быстро Происходит Появление Новых микробов И они Трансформируются И становятся Для скажем Антибиотиков Уже нечувствительными Вот это и есть То о чем Дарвин говорит Это естественный Отбор Потому что Когда Введешь Новый антибиотик Начинают Эти микробы Тут же Дохнуть И Те Кто По каким-то Причинам Прошла мутация У них Которая Делает их Нечувствительными Они не сдыхают Эти микробы А дают Потомство Это потомство Тоже Нечувствительное И так далее И того подобного Быстро Быстро Пошло Потомство Пошла Линия Определенной ДНК Которая К антибиотикам Нечувствительная Вскоре Этот антибиотик Бесполезный Надо его заменять Другим Поэтому Антибиотиков Насинтезировано Уже примерно 20 тысяч И не потому Что хочется Синтезировать Это нравится А потому Что делаться Некуда Вот вам Пример Как образовался И как Эволюция Шла Пример Вот Те самые Антибиотики И бактерии Ничего Если удивительно И вы же не скажете Что это Инопланетяне В клинике Приземлились И вот они Быстренько Эти микробов Там подработали Чтобы они Были Нечувствительные Смешно Но люди Почему-то Не думают Что эволюция Вокруг нас Склошная У нас все И ягоды И фрукты И овощи И прочее Все Крутится И постоянно Что-то вымирает А что-то Совершенствуется Взяли И привезли В палящий юг Из них Сдохли Или почти все Но кто там Приобрел Устойчивость Скажем К солнечному свету К высокую температуру Это же нормальное дело Поэтому меня изумляет Почему люди Не могут Такие простые вещи Осознать Что это же Спросить любого садовода Он прекрасно знает Как можно использовать Факторы разные Чтобы получить Более устойчивые Более удачные Растения Животные и прочее И почему-то Вот Когда это все Вокруг нас Начинаешь От Дарвин Там вообще никуда Не годится Кто-то Этот Дарвинист Да как же не быть Дарвинистом Дарвинист Любой садовод Понимаете Любой даже С минимальными знаниями Мичурин был Дарвинистом Он прививал Черенки одного Другого И получал Новые варианты Он обходил Вопрос эволюции Сдавая новые Варианты растений Поэтому меня поражает Как современные Вроде Расти люди Которые должны Соображать Которые учатся в школе Которые должны Думать Вот какое-то Такое Понимаете Когорта людей Которые Почему-то Ненавидят Дарвина И вот И не имею Никакого понятия Дарвинской Концепции Не читая Книг Дарвина Вот начиная От фонаря Начинает Кидаться У него грязью Вот это Меня удивляет Безмерно Но это же Так не должно быть А потом Мы думаем Почему в России Так много Как-то непорядка Да вот Из-за этих Самых людей Потому что Они вместо того Что занимаются Делом Начинают Атаковать Дарвина Потому что Делать нечего Что ли Или другие Простые Очевидные вещи Вот поэтому Я вынужден Такие вещи Говорить Потому что Они Расстраивают Я приезжаю Допустим Там из Дальних Королев Я знаю Что Дарвина Кто Дарвина На него нападает Это совершенно Пещерные люди Которые действительно Думают Что Дарвин Сказал Что Продолжение Человек Это обезьяны И они На него Накидываются Но это Это такие Доли Проценты Это просто Про них Обычно Пишут А так И вообще Я не знаю На всю Америку И там Несколько Какие-то Сообщества Которые Небольшие Которые Дарвин Накидываются Там доли А тут Почитай Там сеть Это вообще Четверть людей Считают Что Дарвин Был негодяй И заслуживает Всяческого Презрения Откуда Это берется Откуда Это пещерность Не могу понять Я переживаю За Россию Это просто Невежественность И клише Я на самом деле Очень уважаю Дарвина Его труд Заслуживает внимания Хотя бы Ознакомиться Серьезно с ним А не просто То о чем Кто-то Рассказал Взять книгу Проскажение видов Почитать ее Почитать Проскажение Семи частной Собственности государства Раньше мы это учили В университетах Я не знаю Сейчас учат Энгельса или нет Но раньше мы читали Издавали Капитал Раньше мы читали Энгельса На факультете Биологических Безусловно изучают Дарвина Естественно У Дарвина Тоже есть масса Вечений Недоработанных А где их нет В какой науке Что мы Рак умеем лечить Естественно Недоработан вопрос Лекарства Есть универсальные От всего Тоже нет И почему-то Дарвина Выбрали в качестве Такой мишени И начинают его долбить Вот поэтому Если это Мое эмоциональное Обращение Возумеет Какое-то действие Ребята Перестаньте валять Дурака Оставьте У Дарвина В покое Вот понимаете Приходится Такие вещи говорить Присоединяюсь По поводу Бактерий Естественно Бактерии НЛО никак не связаны Само собой Инопланетяне Но в вашем же Пояснении Было сказано Что для того Чтобы садовод Получил Новое какое-то растение Помимо растений Присутствует Сам садовод То есть Если мы берем Людей Например Виды какие-то Животных И еще кого-то Которые вдруг Ни с того ни сего В большом количестве Проявились И так далее То в этом случае Опять же Я не имею права Сказать Что не могло быть Как природного Варианта Присхождения Как какого-то Катаклизма Как воздействия Радиации В том числе Я не могу Исключить Как человек Который мысль Так аналитически В том Что в каком-то Случае Могли появиться Какие-то Высшие Создания Которые Что-то Где-то Подремонтировали Подделали Изменили Как садовод Вмешивается В произрастание Растений Для того Чтобы получить Новый вид Вот Поэтому Я не имея Доказательств Не имею права Это отвергать Или утверждать Что именно так Поэтому Если в той же самой Каких-то Славянских Преданиях Предания других народов Шумер Вавилонян В Библии В той же самой Упоминается Происхождение Кого-то Упоминается Про контакт С иноземными Какими-то Сущностями Или Человекообразными Существами Которые поднимали Кого-то там И земля стала Маленькая К тарелочке А моря там И так далее То почему Я должен отвергать Я это говорю Возможно это было А вполне возможно Что было И то И другое И третье Четвертое И пятое Что вы должны отвергать Вы считаете Жюль Верн Вы что не отвергаете Вы читаете На лучшем фантастике Вы не отвергаете Вы сейчас говорите Беллетристики Это не наука Вы читаете Произведение Которое к науке Не имеет ни малейшего отношения И там может быть Написано что угодно Я могу сейчас Вот вечерком набразать Там какой-нибудь рассказик Где там Бог знает кто Фибрует Это замечательно Понравится Начать читать Может книжка И сдадут Но при чем И с наукой Я уже не раз говорю Что то Что кто-то написал Сказал К науке Это отношение Не имеет Если там Не соблюдены Научные принципы Это означает Что должна быть Воспроизводимость Повторяемость И обоснованность Махнуть Что инопланетяне Прилетели Кито Вы что Что-то сделали К этому нет Или нет данных Вообще Нет повторяемости И нет обоснованности Это просто Ну как Предложила Хорошо И читаем Здоровье Белетристика Адамов Беляев Жюль Верн Кто угодно Свифт Путешествовал Гулливера Но никто Что за наук Это не принимает Поэтому У меня призыв Читайте что угодно Верите во что угодно Но только в науку С такими вещами Ход заказан Единственное Это же Как вы можете бегать Вокруг огорода Но в науку В олимпийский комитет Вас просто не пригласят И не дадут номер На забеге На очередной Олимпийских игр Потому что Вы Не проходите Квалификацию Спортивную Это почему-то Не удивляет А то что Вы Я имею в виду Вас лично Некто А то что Некто Не проходит Квалификацию Научную Почему-то Это удивляет Да потому что Там есть другие принципы Другие правила Я например Не могу водить танк Я не прохожу По научной Вернее по этой Квалификации Меня же это не обижает И самолет Я не могу водить Ну это нормально Дело То же самое Не нужно считать Что вы Оперируете Научными понятиями А повторяю еще раз Читать и верить Да ради бога Согласен Согласен Здесь полностью согласен Маленькое только такое Еще С моей стороны Если науке Есть такое понятие Как повторяемость Вот научно Это когда можно повторить Правильно ведь Да Доказательно И повторяемо Так вот Если бы например Кто-то из ученых мужей Мне показал эксперимент Что древний прародич Человека-обезьяны Вот при таком В каком-то варианте Раз и От него пошло Вот это и вот это Я бы сказал Вот это научно Поскольку это вот Повторили и доказали Но поскольку Мы не имеем возможности Того прародича достать То с точки зрения науки Этого Ну пока не существует Потому что его и не нашли Это не есть аргумент Потому что Мы не можем Летать на дальние звезды Всякие Туманы Сандромеды Или там Не можем видеть Зарождение Вселенной Это же не значит Что нет фактов Которые оперируют Ученые Они оперируют Массу вещей Но там их нет И им никто Это не показывает Как вот так сказать Это можно показать В руках Измеряют там Всякие Нейтринные потоки Там прочее Есть объективные данные А я вот дал Объективные данные Когда сравнивают ДНК Шимпанзе И это все Можно И у меня в книгах Мои прям конкретно Данные приведены Поэтому меня удивляет Когда говорят Таких данных Я не знаю Да вот они Пожалуйста Возьмите ДНК Макака Шимпанзе Рангутан Горилла Человек И они все Как почти для капли воды Там чуть-чуть Есть вариации Но это эти вариации И есть Они сделали разницу Между приматами И человеком А данные есть Конечно Раньше таких данных Не было Еще лет Наверное Десять назад Таких данных Не было вообще И тогда Люди искали Промежуточные формы Где вот Скелетный остаток Который Промежуточный А сейчас уже Это не надо Ну хорошо Найти Извлекопыстав А вот они ДНК Все показывают Поэтому Все Здесь Есть Я думаю Что не надо Сомневаться В том Чем занимаются Сотни Тысячи Научных Сотрудников Конечно Глупые У них же Подготовка Они все это Демонстрируют Написанные Гигантские Тома Доказательств И когда человек К этому Не имеющий отношение Говорит Я в этом Сомневаюсь Я это не вижу Но электрон Никто не видел Значит Не значит Что электроны Нет Потому что Есть масса Косновных Данных И фактически Прямых Которых Показывает Что он там Есть Даже Гентарь Потереть Отряпочку И Получат Эффекты Которые Без Иллюстрации Электронов Трудно Объяснить Поэтому Я не думаю Сейчас нам Есть смысл На этот счет Даже обсуждать Значит Давайте Оставим Науки Научные Билетристики Занимательные Мечтивые И не нужно Смешивать Одно с другим Я не собираюсь Я про другое Совершенно говорил То что рассказывает Мне согласен Я совершенно Про другое говорил Я говорил Что Мы знаем Исходя из того Что вы сказали Другие Что это Было Да Было Вопрос Как Это происходило Когда Конкретно И как Происходило То есть Процесс Это можно показать То есть При помощи Радиации При помощи Съела Какая-то Там Пророчья Безьяна Кого-то И пошла В обезьяна Это съел Другой Или по голове Палкой Кто-то Получил Или что-то Еще Наука Может показать Экспериментально Как это Происходило Я спрашивал Про это Ну Во-первых Не надо Требовать От науки Окончательного Ответа Иначе Наука Всегда Идет За горизонтом И никогда Полной истины Ни одна наука Не имеет И не доказывает Иначе Наука Остановилась Всегда Есть Непонятные Веси Чем науки Движется Страстью Объяснить Измерить Доказать Это непонятное Поэтому Повторяю опять Давайте мы Оставим науку Специалистам Потому что Здесь Об этом Рассказывать В деталях Даже когда Сравнивают Я объяснил Геномы Есть известный Человек Всех приматов И эти геномы Можно положить На стол Буквально И сказать Вот разница Вот разница Вот разница Вот есть 153 тысячи Этих точек Которые отличают Допустим Игре хромосомы Шимпанзетам И человек И конечно Никто мне скажет Какая из этих точек Была первая Какая была за ней Какая была третья Это даже глупо Вообще требовать Поэтому Как произошло По стадии Это Никто не скажет Это наука Может быть Через Какое-то Количество лет Вы продвинете Много больше Может быть Через 100-200 лет Еще больше Продвинемся Но до конца Никогда Наука Ни на один Вот такой вопрос Не ответит Потому что Всегда Помните Слова Ленина Электрон Так же не исчерпаем Как и атом Вы понимаете Потому что Он не исчерпаем И никто с этим Не спорит Потому что И доходит До кварков До бозонов А кварки Тоже там Составные А у них Водят разные цвета Кварков У них Водят аромат Кварков Любой физик Это знает Теоретик То есть Идет уже Все дальше И дальше И конца Этому нет Поэтому Не нужно требовать Чтобы просто Вот взяли По полочкам Разложили Показали Что вопросов Больше не осталось Не будет такого Так вот Я как раз То что подтвердили То что я и хотел сказать Исходя из этого Я не имею права Отвергать То что наука Не доказала И здесь Даже не в билетристике Я думаю Что шумеры Билетристикой Не занимались И ланяне тоже Когда там Предания их остались О том Как происходило Здесь есть Некоторые другие Поэтому я говорю Что это есть Как и вы говорите Что это есть А вот как Это происходило Вот это большой вопрос Науки И до тех пор Пока наука не ответила Я говорю Не имею права Отвергать Не это Не это Не это Кто от вас требует Отвергать Я же сказал Вы Я просто Примеряю Вы придумаете То чего Наука не доказала Но вам Никто не мешает Это отвергать Я не придумываю Я в данном случае Прекращаю спор Сейчас занимаем У слушателей Много времени Я прекращаю споры На пустой вопрос Анатолий Алексеевич Послушайте Вы Никто Вы уже Который повторяет Никто вас не Оставляет Отвергать Пишите Самые фантастические Рассказы Вводите Данные планетяны Ну кто же Мешает этому Анатолий Алексеевич Я не поговорю Про планетяны Я хочу прекратить Споры между теми Кто библейскую Концепцию Придержит Дармс Прекратите спорить Да я не вам это говорю Я говорю им Ребята Прекратите спорить Кто какая Возможно и то И другое Третья четвертая Вот что я говорю А не то Что я выдумываю Что-то Я хочу Чтобы прекратили Дурацкие споры Занялись наукой Вот докажите Хотите сказать Что было так Возьмите и докажите Придите к Анатолию Алексеевичу Скажите Анатолий Алексеевич Вот у меня данные такие Или к другому ученому У меня такие Давайте сложим вместе И все Споры прекратятся А то сидят там Вот как вы сказали Билетристика Один начитались Другие там Пофантазируют Третий Сяд друг друга Там по голове Дубинками бьет Там один из обезьяны Третий Там инопланетян Четвертая Я говорю Не отвергайте ничего А займитесь наукой Я призываю к тому же Что и вы Говорите Ладно Идем дальше Виталий Микеров Вопрос эфира Возможно Что ученые Не такие уж и дураки Скандинавия пошла От имени бога Сканд Нормандская теория Это теория О северных народах Возможно ли это Так Опять его начались Мнения Что скандинавские народы Пошли от бога Сканд Дайте мне факты Что они пошли От бога Сканд Это опять мнение Мы все время Крутимся вокруг Неких мнений И эти мнения Поддаются Вроде как факт Я об этом начал С самого начала Один говорит От одного бога Другой от второго бога Третий от третьего Это же тоже не наука Вот и весь мой ответ Да Богов много Один скажет От Одина пошли Третий скажет Там еще от кого-то Хорошо Сам бог сказал Что они от меня Прошли Меня вот штанг Завали И вот они от меня Прошли Ну это же опять Билетристика Он еще грамоту выписал Я сертификат Ну ладно Нет Предания Преданиями Я предания очень уважаю Но вот мы сейчас Научную беседу идем И споры Пытаемся на уровень науки Держать Так что идем дальше Сергец Кудашов Вопрос Историк ЛП Грот Считает Что нормандская теория Это первейшее зло Направленное против русских Но происхождение Этого явления Считает глубже немцев В академии Что вам известно Об этом Ну дело в том Что называть Нормандская теория Самое большое зло Я думаю Что если Кто-нибудь Не дай бог На Россию сбротит Атомную бомбу Это будет еще больше зло Поэтому лучше Все-таки Не водить Градация Какое зло Там Какое Дело в том Что Я бы сказал по-другому Нормандская теория Это Блеф Который уже 300 лет Промывает Мозги Людям И это Это конечно Зло Безусловно И вот это Люди Которые Работают В академии Которые Работают Лабораториями Которые Ведут Раскопки И они Либо Отчет Не отдают Либо У них Просто Такое Мировоззрение Такое Строение Мозга Вот ему Хочется Сказать Хочется Доказать Что русские Они От скандинавов Продолжили Что От скандинавов Всем правили И вот тут Я только Разложу руками Потому что Это должно быть Некое Строение Мозга Которое Вот на это Направили Я помню Я еще написал Когда первую книгу Я там цитировал Что И там Пишет Автор Статьев Журнала Незвук Он пишет Что Вот То Что Гоплотипы Они Похожи На скандинавские Это По душе Норманистам Я написал Что же Такая душа У них Интересна Норманистам Что Душа Радуется Когда Они Говорят Им или Они Что Русская Скандинава Что Душа У них Такая Вот Это Ответ На вопрос У русофобов Не может Душа Радоваться Когда Твой Народ Произошел От того Кого Наши Люди Войска Били Неоднократно На протяжении Большой Истории И опять И опять Они хотят Чтобы мы Те Кто Били Происходили Вот Это Конечно Зло Пусть Не самое Большое Но Это Я считаю Тут Надо Чтобы Занялись Психиатры Или По меньшей Мере Психотерапевты И поняли Почему душа Радуется Откуда Миша Генфель Спрашивает Где Узнать Группу Крови Миша В любой Больнице Пожалуйста Подходите Сдавайте Вам там Группу Крови Скажет Идем Дальше Подсолнуха Реплика В эфир А наука Вообще Не задумывалась Искать Ответы На вопросы О происхождении Русской Культуры В самой Русской Культуре В русском Языке И в русском Наследии Конечно Наука Не то что Задумывалась Есть Целые институты Культурологические Есть Масса людей Изучаются Инсертации Изучаются Язык Корни языка Былины Сказки Русские Народные Этого Масса Просто Они работают Зачастую Как-то Внутри себя И часто До народа Это не доходит Потому что Очень немногие Ученые Они выходят На прямой Контакт И просто Им это Рассказывают Доходчивым Понятным Языком Потому что Одни Как косноязычные Они понимают Что они Ничего Толком Слова Не свяжут Вместе Другие Просто К этому Относятся Пренебрежительно Ну подумаешь Там Перед народом Каким-то Ходить Им что-то Рассказывать Третьи Считаешь У них на это Нет времени А наука Конечно Идет И нет Такого Вопроса Наверное Которым бы Наука Не занималась Если там Хоть есть Что-то За что Можно Зацепиться Вот такой Мой ответ Благодарю Сергей Хоменко Реплика в эфир Радиезотопная Датировка Фальсификации Как и Секвенирование ДНК Рецепт Аминокислотного Супа Отдаю Отдаю Должны Ученым Подвижникам Умудряющимся Вылавливать Из него Что-то Ценное Ну это Ну это Это уже Конечно Я бы Так Назвал Марковесием Ну как Это Секвенирование Есть Фальсификация Когда Любой Геном Когда Секвенируют Когда Тщательно Извечают То Любая Мутация Имеет Свой Номер Свой Индекс Это Все В каталогах Все Фиксированы Это Повторяемо Веспроизводимое Вы Прогоните Допустим Нашли Какую-то Последность ДНК Прогнали Еще раз На приборе На этом Либо на другом Его Обязано Получить То же самое Поэтому Ничего Никакой Фальсификации В этом Опять Меня это Поражает Когда Человек Явно Что Кто-то Вопрос Задал Не имеет Ни малейшего Где работают Тысячи людей По всему миру Занимается Секвенсом А он Раз Брякнул Это Все Фальсификации Как такое Возможно Меня Честно говоря Приезжая в Россию Меня это Поражает Никому На западе В голову Такой Не придет Сказать Потому что Люди Понимают Своё Место В науке Они Понимают Что Их знаний Недостаточно Вот так Взять А махнуть Понимаете А в России Почему-то То ли Потому что Народ Такой Раскрепостился То ли 70 лет Разгильдяйствовал В огромной степени То ли Потому Народ Почему-то Привык Что можно Просто Я бы сказал По-хански Так Раз И вот так Отбрасывать Вечи Которые Давно Устоялись Науке Это Что касается Дармир Что касается Сиквенса Что касается Аминокислотных Составов Белка Всё это Отлажено Работают Повторя Тысячи людей И как может Один Незнайка Эти вещи Вот так Раз И махнул Но это Просто Поразительно Я Просто Начинаю Как-то Выказывать Своё Неудовольствие Потому что Я бы даже Не хотел Иметь отношение К таким людям У которых Нет терпения И желания Хотя бы Что-то Освоить Близкое И потом Высказывать Своё мнение На основании Конкретных Данных А не просто Вот так Взять И публично Там у нас Может тысячи Слушателей Вот так вот Раз Но это просто Это расхлябанность Ментальная Совершеннейшая Нельзя так Как говорил Дима Персонаж Спокойствие Только Спокойствие Все Или Другой 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 Персонаж А потому что Вот просто Ну ладно Идём дальше Стефани А Вопрос в эфир А вот мы Узнали Про эту информацию Про галпогруппы И что Как мне допустим С этой информацией Быть Спасибо Очевидно Как мне теперь жить Узнает Устройство Танка У меня есть прямая линия До которой Вопросы сдают И там участвуют Один крымский татар Ну числанный человек У него всегда Доброжелательные Комментарии И он Узнал Что Он Является Потомком Скифа Ну так Он свой ДНК Замерил ДНК Скифа Он говорит У нас праздник был Это в Крыму Потому что Вся круга Собралась Нас отцом Поздравлять Потому что Мы узнали Своих Предков Что это Скифы И он пишет Прямо Как отчёт Что мы съели Два казана Плова Там Сколько там Баранов Или там Барашков Кого-то Был праздник Гуляли долго Понимаете Он Вопросы не задавал Для чего это нужно Он Он на себе Примерил Что он узнал Своих предков Он узнал Свою родословную Причём Далеко там Больше чем на тысячу лет Потом есть Многие другие Скажем Я Когда проверил Свою родословную По ДНК То я Столько узнал Много нового Я узнал Про своих предков Как они С кем они ходили В походы Куда они ходили В походы Архивные документы Я узнал Много чего нового Поэтому На самом деле Таких людей Массы Которые Хотят Узнать Про свое Родословную Чем больше Тем лучше Поэтому Если вас это не интересует Никто не заставляет У вас есть наверняка Много других Дел Приоритетные Семья Муж Дети Или будущий муж Или будущие дети И никто не заставляет Заняться Историей Кстати Многие спрашивают Зачем эта история Нужна Зачем ее изучают Они что Деньги приносят Вы знаете Приносят Дело в том Что я просто вижу Когда люди Занимаются Каким-то делом Очень Так С хорошим Предстрастием Это как правило Приводит К каким-то Позитивным вещам Поэтому Даже упорядоченная В голове История Своего народа Это важно Это важно Для самосознания Это важно Для достоинства Это важно Для расширения Кругозора Это все очень важно И тут Человек Самый хозяин Своей судьбы Хочется И это интересует Ради Бога А может Вам интересно Собирать барабаны Со всего мира Собирайте барабаны Тоже хорошо Забудьте про ДНК У всех Свои заморочки Стефани Чем больше человек знает Тем больше возможностей Оперирования знаний У него есть Если он чего-то не знает Тем больше вероятность Что его Как где-то подловят И поведут Не туда Куда-куда надо Поэтому когда у вас инструментарий И вы имеете возможность Им управлять Знать как это делать Вы счастливый Богатый в дальнейшем человек А если нет Ну вы просто-напросто Себя чем-то обеднили Или вас обокрали Поэтому информация Данного плана Знания Груз в карман Не прикладывает И карман не тянет А вот Помочь в жизни Вполне могут Идем дальше Подсолнух Реплика в эфир Почему в народных Преданиях Ни о Рюриковичах Ни о каких-то других Знатных Европейских Князьях Ни слуха Ни духа Может быть Они в нашей культуре И вовсе не играют Никакой роли Касающейся Наше происхождение Ну может быть Я не знаю Может быть Есть народные предания Которые Я не берусь Нет таких народных преданий Для этого нужно знать Материал Поэтому я бы тоже Не советовал Я бы Образовал по-другому А вот вы знаете ли вы Ко мне обращаясь Народные предания Где там Рюрику помянут Вы же выбираете Другой путь Вы говорите Нет таких народных преданий Делая вид Как будто вы Детально изучили Все народные предания Но это же неправильно Поэтому я бы еще раз советовал Когда вопросы задаются Надо задавать их Все-таки Не в виде постулата Что вы все знаете А что вы интересуетесь И вы хотите узнать Расширить Ваши Кругозор Ваших знаний Теперь что касается Рюрика Ну значит есть Безусловно Есть повесть Временных лет Где Рюрик Упомянут Если вы считаете Что летопись Это ненародные предания То как хотите Есть Виллисова книга Которая Но она Рюрика В прямом виде В прямом виде Не упоминает Но некоторые переводят Что Эрик Это Рюрик Но это Ну вы смотрели Не переводя Переводчика Но считайте Что Виллисовая книга Тоже может быть Народным преданием И так далее Поэтому я бы посоветовал Все-таки поискать Народные предания Есть много сказок Где всякие Королевичи Царевичи есть Так что Можно найти Но С другой стороны Я поддержу вас Что Рюрик Вполне Может быть Легендарный Персонаж Мифический И реально Рюрика Возможно И не было А был Какой-то Влиятельный Воевода Которого Так нарекли Со временем Рюриком И поэтому Те Князья Российского Народного Дворьянского Собрания Они от Какого-то Воевода Которого Рюрика Вовсе Не звали Та же Как Евреи Арабы Происходят Согласно Библии Торе От Авраамы Но Никто Не знает А на самом деле Его так Звали Поэтому Это тоже Нужно Такие вещи Изучать Поэтому Ответ Такой Хотите Узнать Ответ На вопрос Изучайте Предание И С удовольствием Я Выслушаю Ваш Вопрос В следующий раз Какой-нибудь Где вы скажете Все Прочесал Все Что можно Было Перелопатил Там Тысячи Томов Нигде Не нашел Это уже Определенный Факт Или мнение Во всяком Случай В любом Случай Согласен С тем Что Вопрос Надо задавать Тому Кто Рассказывает Не с точки Зрения А вот Я знаю А вопрос А вы Что-то Об этом Можете Рассказать Это более правильно Чем Доказать Свою точку Зрения Ну Смысла Нет Приходите На радио Свою точку Зрения Высказывайте Даже не доказывают А просто Вот говорят Я вот Знаю Без всякого Доказательства Предания Этого нет Но это Не из доказательства Точки Зрения Это Так сказать Изложение Некого Постулата Под видом Того Что вопрос Извучен И ответ Получен Это Неправильно Хорошо Виктор Куприянов Вопрос В эфир Анатолий Алексеевич А в какой позе Находят Наши Славянские Захоронения Славянские Захоронения Они Сжигали Людей Начиная Вот С определенного Времени Почему Тяжело Работать Археологом Потому что На протяжении Там Где-то Полутора Тысяч Лет А то и Больше Сжигали Своих Ряд Причин То есть Тоже Никто Не знает Почему Никто Не написал Никто Документы Не оставил Почему Ну В общем-то Возможно Потому что Меньше Инфекции Это Более Такой Здоровый Для Древних Был Вариант И Решили Сжигать Чтобы Не было Проблем С этим Делом Но То Что Было До Этого Если угодно Прославяне То Укладывали Своих Покойников Мужчин На Правом Боку А женщин На левом Боку Головой На восток Лицом На юг То есть Как бы Как валет Укладывали Тех и других И действительно Везде Где Мы находим Доказать Что там Вот Р1А То Там Вот такое Захоронение На боку А везде Где Р1Б Там Захоронение На спине И вот Это Пока Историки Этого Не знают Если Не читали Работ По ДНК Генеалогии Но постепенно Узнают И это Дает им Интересные Знания Когда они Могут Понять В захоронениях Раскопках Какой род Там находился И еще Очень интересно Наверное Отметить Что вот Таких Массовых Захоронений Где там Тысячи Могил Там Десять Тысяч Могил Как это Сейчас Вот Вокруг Крупных Городов Или крупных Сел Существует Как-то Я что-то Не встречал Чтобы археологи Находили Ну Вообще Находили Да Есть тысячи Тысячи Захоронений Когда древняя культура Естественно В одном месте В одном месте Имеется Да Ну в одном месте Скажем Майкопская культура Огромное количество Захоронений Ямная культура Огромное количество Захоронений Так что На самом деле Просто у археологов Нет денег и возможности Всех копать Где копнули Нашли Там обычно И то часто Не археологи нашли А прокладывали Там какую-нибудь Жезь на дорогу Там шоссе Раз Экскаватор Засыпили А там кости И вот они именно В этом месте копают А для того Чтобы все до горизонта Перекапывать Ну тут никаких Ни людей Ни денег не хватит А когда конечно Копают там 150 лет Уже известное Археологическое место Там уже конечно Сотнями Копают И находят курганы Там И есть даже Культура длинных курганов Там где действительно Огромное количество Раскопаны Хорошо Идем дальше Так Сергей Кудашов Реплика Фильм Викинг И есть Квинсессенция Норманофильской Теории Да Далее Владимир Андреев Вопрос эфир Анатолий Алексеевич Есть среди археологов Или историков Те кто прислушивается К вам Или нет таких Конечно есть Конечно есть Вот Только вышла Книга Недавно Кстати она продавалась На Книжные выставки В ярмарке На Красной площади На прошлой неделе Есть такой Доктор социологических наук Афанасий Михаил Николаевич У него Вышла только что Книга Про Синдов Синды Это Фактически Ну вариант Скифов На Причерноморье И Есть даже Концепт Что именно Индия Назвали По названию Синды И вот эти Синды Как раз Были Ариами Которые Пришли Туда В Индии Поэтому Индия Оказалось Так вот Он начинает Свою книгу Что только Благодаря ДНК Генеалогии У него появилось Такое Трехмерное Если угодно Ощущение И видение Археологии Лингвистики Истории И он Вот написал Замечательную книгу Которая Это дело Показывает Далее Лидия Павловна Грод Она На настоящее время Она Работает Как раз По истории Европы По истории России Про Норманизм Про норманистов И она Цитирует Очень часто ДНК Генеалогию Вводит Свои понятия Расширяет Замечательно Я вчера Выступал У Захара Прилепина Вчера Было Открытие Хутора Захара Прилепина В Одинцовском Районе Такой Замечательной Деревянной Архитектуры И там Теперь Будут Собираться Люди Будут Выступления Выставки Дискуссии И вот Вчера Было Открытие Этого Хутора И Захар Профессоры Крупные Специалисты И мы С ним Беседовали То есть Сидел Прилепин Между нами А мы Вели Дискуссию И Захар Вставлял Свои Комментарии И он Был В восторге Он Закончил Тем Что У него Голова Аш кружится От обилия Новой информации Он сказал Что вот Вы Мы вдвоем Всегда Здесь Гости Всегда Двери Для нас Открыты И мы Еще Много Много Времени Будем Вспоминать Что вот Так вот Мы услышим Такие Замечательные Новые Вещи Это К тому Что Люди У которых Позитивный Мозг У которого Он Открыт Который Абсорбирует Интересные Вещи Они Этому Радуются Они Радуются Тому Что Знают Новые Вещи И В частности И Прилепин Который Действительно У него Бога Жизненный Большой Он Воевал Во многих Местах Сейчас Он Замечательные Книги И Он И Вот Ему Эти вещи Очень Понравились И По его Словам Открыли Для него Много Очень Нового Со Время Это Будет Продолжаться Потому Что Люди Все Подтягиваются Все Больше И И Они Хотят Знать Кстати Завтра Я Выступаю В Полит Кафе Это На Сретенке В Москве И Там Соберутся Люди Такие Зубастые И Они Будет Дискуссия На Тему Что ДНК Генеалогия Что Это Дает И Они Будут Вопросы Задавать Желаю Узнать Многое Что Для Них Пока Неизвестно Кто Будет Задавать Вопросы Наверняка Более Резкие Но Это В основном Те Которые Более Агрессивные У Которые Часто Не Хочут Знать Новые Надо Себя Показать В Виде Резко Атакующего Я Для Таких Готов Тоже Правда Спуск Тоже Не Дам Так Вот Там Соберутся Люди Которые Будут Узнавать Новые Вещи Про ДНК Генеалогию Информационная Блокада Прорванная Если Раньше Была Такая Небольшая Группа Из Академии Новго Которые Пытались Перекрыть Все Пути Для ДНК Генеалогии И Тут Даже Одна Дама Говорила Что Я В шоке Что Слова ДНК Генеалогия Прозвучали В стенах Академии Наук России То есть Она Никак Не хотела Допускать Ну и Понятно Почему Она Столько Мусора Наворотила В своей Науке Популяционной Генетики Что Для нее Было Смерти Подобно Чтобы ДНК Генеалогия Оповестила Общественность Научную Прочую Сколько Нем Мусора Наворотили Поэтому Были Просто Провокации Был Сбор Людей Были Подметные Письма Подписанные Но Это Все Прорвалось И Сейчас Уже Ролики По ДНК Генеалогии Миллионы Просмотров На Рекордном Месте Сейчас Два И Три Десяток Миллиона Просмотров Один Ролик Есть Один Восемьсот Тысяч Много Роликов Сотни Тысяч Просмотров Все Одно Я Не говорю Про 12 Книг По Надо над этим Продолжать Дальше Работать Вот этот Вот ролик Который Сейчас Скоро Выйдет Уже Для тех Кто Не посмотрел Он служит Тоже Задачей Объяснить Людям В чем Принцип И какая Методология Какие результаты ДНК Генеалогии Да Рад тому Что мы Помогаем Продвигать Это важное Направление Далее Дядя Вася Реплика В эфир Да Руководство Телеканалов Тоже Получают Директивы Тут Нет Здоровой Конкуренции А идет Навязывание Это когда у нас Разговор про слова Был Так Далее Игорь Горин Вопрос в эфир Анатолий Алексеевич Живу на территории Древнего Славянского Племени Кривичи Есть ли Мутационная Линия Связывающая Кривичи С соплеменем Словении Новгородской Земли Читал Что Словении Произошли Из Территории Южной Балтики Ну Это Это пока неизвестно Дело в том Что Нет пока работ ПДНК Генеалогии Раскопок Вот как раз Про Полянам Древлянам Кривичам Вятичам Северянам И так далее Нет пока Таких работ Ряд причин Одна причина Потому что Стараниями Популяционных Генетиков Вот этот Прорыв Информационной Блокады Для него Потребовалось Несколько лет Потому что Блокада Пошла На самом деле Всего лишь Четыре года Назад Когда Обложили Просто Вот Источки информации Публикации Закрывали Запрещали Сейчас этого Уже нет Но благодаря этому Я считаю Это было преступление Со стороны Популяционных Генетиков Вот этих Руководителей Преступление Против науки Оно было Сродни тому Что в 50-х годах Лысенко И его Лейтенанты Они сильно Притормозили Развитие Генетики Кибернетики Теории Резонанса В химии И вот Из-за этого Прошло уже Больше 50 лет А это Ауприцы То есть Благодаря тому Запад Обогнал Россию Ну просто Почти Неизмеримо В отношении Генетики И кибернетики И кстати Компьютерных Дел То же самое Результат И вот Сейчас Популяции Генетики Идут По тому же Пути Вроде Они Биологи Должны Понимать Что нельзя Так делать Это преступление А они Делают Именно Это Самое И поэтому Как раз Изучение Древних Остатков Костных Оно Притормозилось Из-за этого Противодействия Но сейчас Мы встали На свои силы У нас есть Лаборатория ДНК Генеалогии Уже Нашлось Изучение Древних Костей Только что Завершили Изучение Ярославского Дружинника Костей Какой Гопогруппе Он Относится Нашли Прибалтов Это 2 Один Из Калининградской Области Прус Тоже Выяснили Кто он Такой По происхождению Один Из Таких Свеев То же Самое Поэтому Идут И Скоро Мы Начнем Конечно Ж Извлекать Костные Остатки Из Тех Древних Славян Которых Археологи Обозначили Как несомненно Кривичи Несомненно Вяпичи Несомненно Поля Несомненно Древляния Там будет паспорт У каждого Иначе так выкопало Кто такой Непонятно Какой смысл Поэтому Эта работа Будет шириться Она будет продолжаться И у нее Перспектива Конечно Самая блестящая Поэтому Сделаем Вы когда Говори о кривичах Кривичи Это вот Латыши Называют Русских Кривыми Как раз Возможно Вполне Потому что Кривичи Это Элеменские Славяне Это в частности В районе Новгорода Надо просто Иметь Содружество С археологами Плотное Что в археологии Указывали Да вот здесь Мы копаем Это кривичи Вот тогда Мы там Десяток ДНК Древних Отсюда возьмем Из этого Раскопа Может быть Что они все Окажутся разными Это маловероятно А можем Что все Они одни и те же И тогда Мы скажем Знаете Что основываясь На данных Археологов Вот это Кривичи И есть И эти Мы получим Вечи Для всех Древних Славян И поймем Откуда Они пришли Где у них Исходные места Миграции Куда они Потом ушли Скажем Я вижу Что Карпатские Гоплогруппы И гоплотипы Есть на Адриатике Что они есть В Малой Азии Что они есть В Афракии И Лирии Это отрывочные данные А надо Чтобы данные Были систематические И думаю Пройдет лет Несколько У нас будут Потрясающие Картины Иллюстрации Древней истории Русского народа Славян Что более шире Чем русский народ И многие другие Сопутствующие Гоплотипы Гоплогруппы Включая Кавказ Включая Татар Включая Чувашей Там Башкир И так далее И у нас будет Действительно Картина будет Меняться И это подвигнет Многих Археологов И историков Которые Притормозили Которые Медлительные Которые Боятся Всего Побежать Вслед за паровозом И уже Вскакивать На подножку Вот это Будет несомненно Но мы их Примем Подожди вас И это здорово И в заключение Вопрос Владимир Андреев Вопрос у эфира Анатолий Алексеевич Люди Гоплогруппы Латинские Н1С Ну С по-латински Имеют Имеют определенные Внешние признаки Или не имеют Таковых Вы понимаете Имеют Внешние признаки В некоторых Случаях Когда и мужчины И женщины Прилежат К одному Антропологическому Типу И тогда Когда муж Жена Имеет Один Антропологический Тип То есть Дети Как правило Имеют Тот же Тип И когда Это продолжается Долгое время Когда группа Она более-менее На одном месте И она не разбрасывается На другие типы Антропологические Вот тогда Эта гоплогруппа Ее можно увязать С данным Антропологическим Типом И это бывает Скажем Если пройтись По русскими Деревням Вы увидите Что вряд ли Вы увидите Каких-нибудь Американских Индейцев Австралийских Боригенов Какие-то Монголы Или монголоиды Или там Еще кто-то То есть Тип Типаж В общем-то Русский Он обычно Ну Определенная Формы Волосы Светлые Брюнетов Не так много Относительные Это и форма носа Форму шеи Глаза голубые Поэтому В общем-то Если пройтись По деревням То тип В общем похож Правда Если бы это делать Еще лет 100-200 назад Он бы еще более похож Сейчас конечно Размылось Много Так вот Н1А1 Это люди Которые пришли Из далеких краев Они прошлись С Алтая И даже Южнее Прошлись По Сибири Перепрались Через Урал Перешли на русскую равнину И многие Сохраняли свой тип Но с другой стороны Смотрите Н1А1 Это и Якуты Ну а где вы видите Особый якутский тип На Особенно много На русской равни Среди русских Нет Потому что Они там и остались Якуты не пошли Этим путем А Другие пошли Вы видите Тип другой Антропологичный У Пушкина У которого Метис Он мегроидный Потому что Через Своих Мама и бабушка Он получал Ганнибалы Поэтому Женщины делают Вклад Решающий Или хотя бы 50% Примерно В антропологический тип Женщина Монголоидная Дети будут тоже Монголоидные А дальше Больше Женщина Европеоидная Будет европеоидной Женщина Негритянская Пойдут Дети Негритянские Поэтому Вопрос В целом Решения не имеет Надо смотреть Кто Привносит Свои гены Изучать Вот таким образом Вопрос Поэтому Н1 в целом Не имеет Ответа Но наверняка Можно найти Какие-то локальные Места Где Более-менее Один типаж Одна антропология Вот Скифы Есть и Монголоидные И европеоидные Понимаете Поэтому Опять же Усложняет Картину Антропология Ну Бывает Никто Легкой жизни Не обещал Ну что ж Все вопросы Зачитаны Реплики Тоже И нам Остается Как-то Красиво Попрощаться С нашими Радиослушателем Подведя Жирную черту Под всем Сказанным Пожалуйста Анатолий Алексеевич Да И так Мы сегодня Затронули Много вопросов Особенно Благодаря Тем Кто Вопросы Задавал Поэтому Я бы Для начала Упомянул То что Норманисты Как правило Жулики И блефуют А фактов У них Как правило Нет Они Интерпретации Выдают За факты И вот В этом Большая проблема Это продолжается Почти 300 лет Но ситуация Начнет Выправляться Если еще лет 10 назад Мы даже Понятия не имели Что появится Наука Которая Позволит Ставить Прямые Эксперименты Кто раньше Мог подумать Что То что Русские Не являются Потомки Скандинавов Это можно Напрямую Показать Поэтому Здесь ДНК Генеалогия Играет Огромную Прояснение Вот этих Старинных Вопросов Теперь Что касается Того Что опять же Я упомянул Что Дедеминович И Рюрикович Это Разные Линии Не может Одинаково Дедеминович И Рюрикович Надо проводить Каждый раз Конкретный Анализ Конкретной Ситуации Что Людей Выдающих Себя За Царских Княжеские Рода Их Легко Можно Выявлять То есть Это Все Об этом Шел Разговор И разговор Мне кажется Хороший Теперь О том Что Археологи Получили Мощный Козырь В свои Руки О том Оказывается Что По положению Костяка Можно Узнавать Откуда Эти люди Пришли Каким Народам Принадлежат Откуда Шли Эмиграции Куда Они Шли То есть Получается Совершенно Головокружительная Перспектива Выясняется Тоже Очень Важная О том Что Дарвин Был Разговор Нечего Ругать Потому Что Дарвин Великий Ученый А то Что Он Не до Конца Вопрос Решил Повторяю В науке Нет Таких Которых До Конца Все Решены Выставляют Публично Вы знаете Надо Задавать Вопросы И Этим Путем Вы получите По обратной Связи Знания Когда Вы Сопломбом Выставляете Что Якобы Все Знаете Но Знания Как правило Не Получите Или Вас Просто Осадят И Вы Будете Себя Неуютно И Неловко Чувствовать И будете Ругать Себя Зачем Я Это Сделал Ну Получили Урок Определенный Далее Наука Определяется Четкими Критериями Всякие Фантазийные Байки Замечательные Это хорошо Когда люди Придумывают Что-то Когда Они Читают Байки Других Нет вопросов Просто Это Не надо Называть Наукой Это Замечательная Часть Культуры Сказки Ковер Самолет Сапоги Скороходы Что же Там Плохого Были Ида Которые Были Не было Скорее Всего Ни Ли Муромца Ни Других Но Это Патриотические Произведения Которые Поднимают Наш Дух Поэтому Надо Просто Понимать Вот Когда Вы Это Изучаете Для Чего Вы Это Делаете Вы Хотите В наук Вести Вклад Или Хотите Развлечься Либо Хотите Детям Рассказывать Про Это Что Тоже Очень Важно Поэтому Надо Просто Проводить Конкретный Анализ Конкретной Ситуации И Вот На этом И Хотелось Это На Интерес И За Хорошие Вопросы Которые Были Сегодня Здесь Заданы Благодарю Очень Доброе Пожелание Полностью Присоединяюсь И В очередной Раз Хочу Отметить Друзья Когда Вы Какие-то Термины Употребляете Всегда Понимайте Что Термины Есть Тот Который Общеприменяемый В народе Есть Научный Термин И Иногда Они Между Собой Не Совсем Ну Как-то Вот Пересекаются Поэтому Когда Вы Начинаете Говорить С ученым Вы Должны Понимать Что Ученый Применяет Термины Принятые На данный Момент В науке И Это Может Несколько Как-то Так Диссонировать С привычным Для вас Пониманием Когда Вы Вводите Какое-то Слово Новое То В этом Случае Не Обязательно Что Это Слово Приживется Сразу Сейчас Для Этого Необходимо Приложить Вы не сможете Это Доказать Повторить И так далее Поэтому Я призываю К научному То есть Ведическому Подходу Ведический Это не когда-то Просто ляпнул ОБС Одна баба Сказала И дальше Уши все Развесили И ура Ура Мы такие Крутые Нет Когда это Подтверждается Жизнью Естеством То есть Научный Здравый Подход Будьте Здравомыслями Здравомыслящими Все-таки Прошу прощения Добавил бы Не надо Теревовать Очень много Конечно От участников Потому что Многие даже Не знают Что такого Термина Научного Нет Вот он Бряхнет Про славян Ариев 800 тысяч лет Назад Он же не знает Что этого Нет Науки Ему Внушили Что это Было И что это Научный Термин Он Так сказать Употребляет Поэтому Такие вещи Когда вопросы Задаются Там А были ли Славяна Арии 800 тысяч Лет Назад Я скажу Тужик Естественно Таких Не было Потому что Homo sapiens Образовался Примерно 200 тысяч Лет Назад То есть 800 тысяч Лет Назад Не было Человека Современного Вида Но люди То не знают И поэтому Есть честно Заблуждающиеся Которые Задают Вопросы А есть Которые Вот в этом Ничего не понимаете Вы вообще В этом Не разбираетесь А вот Были Славяна Арии 800 тысяч Лет Назад Вот тут Я уже Вынужден Осаживать Что Ребята Вы забываете Что Вы Такие вещи Говорите Специалисту Который Знает Более Менее Почему Более Менее Потому что Есть много Вопросов О чем Говорит А вы Не знаете И вы Так Агрессивно Напираете Вот Это Недопустимо Поэтому У меня Всегда Пожелание Такое Раз Сдаете Вопросы Это Не значит Что Вам Новые Вещи Я Всегда Рад Этому Помочь А не Тому Когда Вот Понимаете Начинают Пытаются Меня Садить Из Аудитории Вот Такие Вещи Не Проходят Вот Я Был К этому Хотел Все Так Несколько Более Бережно Отнестись Тому Когда Люди Спрашивают Но Не Знаешь Что Это Не Научное Понятие Это Уже Дальше Моя Функция Это Разъясниться А так Благодарю За Уточнение Так Что Имейте Это Ввиду И Когда Вы Говорите С кем То На Языке Принятом Вашем Круге Это Одно Когда Вы Переходите На Научный Разговор То Будьте Любезны Употреблять Научные Термины Или Попросить Что Вам Пояснили Что Это Означает Тогда Вы Друг Друга Будете Понимать А Понимание Оно Делает Нашу Жизнь И Наш Мир Лучше Вот Я Всем Желаю Здравия Понимания И Уважения Друг Друг Перестаньте Спорить На Пустом А Давайте Начнем Разбираться Совместно С Разными Вопросами Нашли Какое-то Доказательство Обращайтесь К Специалистам Не Продажным Каким-то Шкурам Которые За Деньги Спляшут И нашим Вашим А К тем Кто Человек Из большой Буквы От Науки Кто Смогут Разобраться Сказать Да Вот Тут Ты Прав А Вот Тут Есть Заблуждение Давай С ним Разберемся Чтобы Осталось На Свои Места Я Прошу прощай Сейчас Перебью В клини Сделал В том Что Должен Сказ Закончился Цикл Моих Выступлений Сегодня Было Последнее Из Серии По Моему Там 8 Или Что В таком Духе Выступления И Там Было Заявлено По Меньшей Мере 30 Тем Для Обсуждения Вот Сегодня Они Закончились Поэтому Когда Мы Еще Расстретимся Не Знаю Это Нужно Выяснять С Нашим Ведущим Поэтому Предлагаю Если У кого Есть Вопрос Какие Темы Хотелось Освятить Решите Ему Обсуждайте В Комментарии К ролику Который Появится И Если Эта Тематика Будет Интересно И Получит Одобрение То Я С Одовольствием Продолжу Эти Выступления А так На сегодня Пока Все Спасибо За Внимание Да Вот Именно Это Я хотел Сказать В конце Что Ждем Ваших Вопросов Потому Что Задуманный Цикл Мне кажется Успешно Закончен Низкий Поклон Анатолию Алексеевичу Да И нашим Слушателям Зрителям За то Что Поддержали Его И Такие Интересные Беседы Порой С пылом Жаром Получились И Жду От вас Новых В редакцию Писем С Предложениями По новым темам Дальше Скомпонуем И Анатолию Алексеевичу Эти Предложения Подадим И уже Где-нибудь Наверное Когда там Решим Может быть В августе Может в сентябре Видно будет Продолжим Уже Новую Серию Новых эфиров Если Опять же Это будут Научные эфиры А не просто А вот Нам кто-то Где-то Сказал Вот АБС В данном случае Здесь не проходит Ну что ж Насим Я с вами прощаюсь Мне остается только Напомнить Что Сегодня По одному из Современных Календарей 12 июня 2018 года Вторник По одному из Старин 22 день Месяца Ветров 726 лета ДНК Генеалогия Против Нормандской Теории Так Назывался Наш Сегодняшний Живой эфир Анатолий Алексеевич Клесов Очень красиво Сделал доклад Очень убедительно Приводил факты И вообще Разгромные Некоторые доводы А я Как ведущий Алексей Орлов Прощаюсь С вами Желаю Всем добра До новых встреч Друзья мои Пишите Будем делать Мир Лучше Быть добру Увидимся И услышимся До свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова